Санта Вот этот процесс интеграции С акцией у них проходит с трудом Что они настолько привыкли К своему тиммейту, что им приходится Перестраивать взаимодействие полностью Вплоть до того, как они общаются Плюс они разговаривают На незнакомом себе языке На английском Это тоже роляет Ты по доте можешь пообщаться А вне дота тяжелее Или какие-то более глубокие вещи обсудить Языковой барьер всегда есть Ну а 9-класс, он социально-отечный С ним попроще было Опять же, нужно понимать, что в рамках даже самой доты Раньше Рамзес мог общаться на своей линии На русском А это как раз таки Взаимодействие ваше ускоряет многократно Теперь английский Теперь нужно еще все равно Немножко заставлять свой мозг тратить ресурсы на это Ну опять же, глазами Рамзеса Если мы смотрим Потому что Сакс просто сидит и ждет сигнала Русский учить явно не стал ради этого Ждет сигнал, ульту, ульту Да, да, да Ульти, ульти Тоже никто не сомневается Идеальные переигровки Потому что из той и с другой стороны У нас шикарнейшие исполнители на сигнатурных персонажах В Рамзесе вообще не сомневаюсь на Кунке Что он свою миссию выполнит Тем более мы уже видели Насколько этот адмирал сейчас хорошо себя ощущает Да, он на нем очень много игр наиграл Плюс это суперметовый персонаж На сложной линии вряд ли у нас будут какие-то убийства Ну только если их снова подставиться под тарен стрелу Но сомнительно Мане плотный, Кунка плотный У Мирана есть эскейп Да, вот здесь более вероятно какое-то столпотворение Потому что Лина довольно-таки хлипкий персонаж Снайпер аналогично Но на центральной линии вряд ли Я к тому, что хочу предугадать, где будет первая кровь пролетая Да, давай сделаем небольшой блиц прогноз Я тоже поставлю на верхнюю линию Что здесь будет пролита первая кровь Вы в чатике, друзья, свои предположения высказываете Может это центральный коридор или вообще бот На который мы пока особо не смотрели Вот я только сам хотел сказать про чатик Но тут уже у нас синергия прокачана Да, это хорошая тема, ребят Вы за какую линию? А некоторым не нравится угадывать Они не будут участвовать в этом интерактиве Все очень просто Бабока же при этом подставился немножко под размен хп И Вайтмун может лицо деду разминать Но под шрапнелью это неприятно Уже саму Вайтмуну лови гранату и минус половина хп практически Лови синяк Ты не забудешь мне Никогда, я уже понимаю На центре пак стоит очень резво Учитывая в милишниках Что он стоит с довольно-таки хорошей тычкой Я не ожидал Но у Тобсона лайнинг Это не его сильная сторона Он даже когда интернешнл выигрывал Он часто не заливал, а потом по игре тащил У него сейчас отставание Ладно, на двух-трех хрипов будет После этой пачки У Пака анимация Пока долети, пока то, пока сё На Финтусе очень жёсткий Но это старая школа Блин, я его начал хвалить и он пропустил бизнес-крипа Продолжай, Санта Я как фанат команды Дундра говорю, продолжай хвалить на Финтусе Это очень жёсткий игрок Он не молодой Хоть у него, ну он крайне молодо выглядит Да, но он такой возраст для мидера Это вроде бы приговор Но он такое ощущение, что хорошее вино с годами только лучше становится Ну, ну это расскажите тоже, да? Мы только что говорили про хороших мидер Топсону в конце концов У Лины 13 крипов Не доедает У Лины анимация тоже оставляет желать лучшего Пока что пассивка маленькая И тяжело пока вас хитить Но в целом В целом плюс-минус 50 на 50 Ну НТС что-то уже Топсон и райт кликом гоняет Ага, я говорил Ну, на линии Все, кто верил в верхнюю линию, что здесь ФБ прольётся Вы, солнышки, умнички Всё угадали, вы молодцы Читайте игру Я немножко раздосадован тем, что Не в ту сторону ФБ сделали Ну да, типа того Вот как бы у Пюра так не доедает на этом лане Его ещё и на ФБ забрали А тут Вайт Муона гонят Больно-то как? Загоняют, я бы даже сказал Второй килл уже сразу с хода А у Пюра прокачку покажите? Ну да, всё по базе А Пюра сейчас не хотят ли забрать сразу? Они гриб нажали, хотят Лина же мягкая, у Бубокки Ружьё длинное Кот летит на помощь Пюра надо спасать Там хорош, а тут уже Два фрага, два фрага Пьюр погибнет, этого выхиливают На размине хотя бы Пьюр Он же с ТПшки, нельзя умирать О боже ЖТ выжил ещё при этом Это даже не размен в двоих Хьюстон у нас проблемы Да Корабль терпит бедствия сейчас Сволку в шейм для Пюру Он на верхней лайн будет идти В смоке Ну блин, ЖТ на Магнусе Я помню Я помню этого бойца Одна из его сигнатурок Ну А они же поднабрали Своей персонажей 40 секунд прошло в игре И ты скоро превратился в суппорта Который догоняет снайпера еле-еле А Лина не любит своим номером играть Причём в этой игре Есть персонажи Тут вообще Все герои Так или иначе против Лины работают ДК в неё прыгает Магнус въезжает Пак прыгает Я понял принцип Да-да-да-да То есть Лина Хороша против героев Которые не могут против неё добраться Или Когда у неё На один, а то и на два слота больше Потому что у неё есть Фактор вот этого перефарма А мы видим Что у нас по сути лесная Лина Пюр говорит Не, ребят Верхняя линия Это не моё Так, другие заняты Но я лесочек покачаю Когда вы видели Последний раз Чтобы Кэрри Уходил на пятой минуте в лес Да всё-всё Это знаешь, как бы Ребят 15 минут леса ФК Замьючился И включил Спотифай себе Всё, объём крипов Ну да-да А не моя какую-нибудь серию поставил В Альтабе смотришь По кайфу Раньше так и делали В смысле, раньше Недавно Нет, так реально Он оставил сверху Уайтмону в соло Ну страшно возвращаться Смотри, он говорит О, ты домой пошёл? Топсон Ну, я на миде тогда подкачаюсь Ты, может, погангаешь? Всё, я теперь мидер Ну, тяжёлая ситуация Опасно на самом деле Пьюр четвёртый О пак шестого Здесь не то, что плюс один Соло его не убьёт Тут просто вот А, Топсон пришёл наверх Они сапнули мидера и кэри Вот это жёстко Вкатывается в бабоку Делается ТП Сбить не получится никак GT по-прежнему отсюда не уходит И тут же Дримкоил Вовремя подходит на Финтусы Как же вгрызаются Айджи в эту карту Они хотят затушить Тюндру на старте И у них это получается Омник таверне Саксо пришёл Стопсон На что вы сделаете? GT, неужели выживет У него РП ещё есть? Может подраться Вместе с паком А может быть попробовать? Не надо, не надо Ультовать не надо И так разберутся Саксо просто попрыгал И отправился вслед за А вот сейчас на развороте Можно через ульт Магнус Если Топсон пойдёт Да, а тут Лина Внезапно из леса О-о Вот сейчас РПшечку-то выдать Но GT добить Хотя бы GT убейте! Да что происходит? Так, Топсон это следующий Там есть фейрик Есть характер Делить меня всё равно Потому что давить Ватный шарик Вот это да О, Ватьмон прибежал Просто Бабока Загоняет вас Будучи четвёркой Куда-то под базу Тут Рамзес Ну он руну мудрости Законтролирует Ну из хороших новостей Могло быть и хуже Иксновью тут ещё По перьям бьёт Ну-ка Адмирал напал на птичку А будет ли? А, улетает как Марио Закрай карты Не тут-то было Ром, хорош! Возвращает его Икснову добить Один удар Рамзе Второй килл Для команды Тундра Оформил Но, конечно По всем остальным Линиям Всё максимально плохо НТС вообще психанул Ну, мид выиграл Ванфаверит матчап Верх убил Да, на верхней линии Дыра у тебя Лесная лина получается Только в сложные Какие-то просветы Да, кем в доту-то Сейчас играть На этих вот таймингах? Ну, земелья должен гангать Должен... Так земелья попытался Сверху что-то сделать Да, как-то всё не в попад Лина слишком маленькая Кунг не перетянулся Но На этом надо смотреть С другой стороны Ай-Джи Слишком круто играет Да Вот как Как кайтит Магнус Как он ждёт Как он не ультует Хотя ты сам говорил Хороший момент Он там мог дать РП в троих Карл А он не стал Потому что там и так Всё было файн И он дождался И благодаря этому Они убили ещё и Лину То есть всё это Выглядит дико шикарно Топсон в очередной раз Идёт в топ Поймазить Джей Ти Надо этого Магнуса Убить хотя бы разочек У него же стрик висит Просто бешеный Ну нет Это всё замедление Ещё и Рамзеса снизу Пытаются подцепить На Исакса рядом Да и сам Адмирал Может корабль запустить И под всеми этими бафами Явно не погибнет Ну да Плотненький кунка Причём Ты смотри Какой предмет Рамзес собирает Вот это он хитро придумал Правда он спалил уже Свой план Но всё равно Он делает арчит Первым айтовым Я так увидел Именно на тройке Кунки собирали Тим Зеро То есть учимся у лучших Это хорошо Против Пака Потому что Пак хочет Купить Вичблейд Потом Дайгер И потом только Иул Так он его вынуждает После Вичблейда Сразу же собирать Какой-то подсейв Ну в виде Иула И Пак таким образом Он теряет в темпе Вот Да и Скорее всего Кунг соберёт Арчит раньше И можно будет реализовывать Мне нравится Тут смог Разбили Тундра И вполне возможно Сейчас на другом Скажем так Коридоре получится Раскрутиться Немножко по золоту Отыграть Феникс пока без ультимейта Пол левела ему не хватает И будут ли сюда Сейв ТП от Айджи Сакса уже здесь Понимаешь что давят Почему-то Тундра Слишком далеко Телепорт И Вайт Мун уже приходит А какая-то поддержка От команды Айджи Никого Просто продаём она Тут поддержка От другой команды пришла Сейчас смотрю Кто-то летит телепорт Ну думаю ДК сейчас помогут Никак нет Не тот Не тот цвет Это разумеет По вышкам Один килл Не сказать что Всё исправил Моментально Для команды Тундра Но хоть что-то Начинать же надо Опа Сакса прилетел Пытается как-то задефать Но что может делать Один кот В этом же стоком мире Стрелу Там один лип остался И как бы Сакса Не отдал его Уходи котик Тебя тут не ждут Не любят Магнус стал ещё больше Прям секунда-секунда В размен Поэтому не страшно А вот то что в центре Без размена Нафин То здесь ещё Ставр доберёт Это уже Не так вкусно Магнус взял Взял блинг На десят И смог сразу сверху Тайминг Катастрофически Огромный Так Не надо За ДК ДК кстати говоря Неплохо напрягли У него не лучший тайминг Кормлета Топ 4 на торсе На карте Если бы ещё и у ДК Всё было хорошо В такой ситуации Стрела мимо Но пока что Мирана четвёрка Это ловушка Топсону просто здесь Сноффинтусей удерживал Дримкоил Сакса рядом Да кто тебе поможет И завозит Просто под товарищей Уж какой Как же больно Не пока Что-то как-то Четвёрка Мирана Не возбуждает воображение Я думаю лучше будет Ну когда ты последний раз Вообще видел Реализацию вот именно Саппорт Мирана То есть То есть серьёзно Мы сейчас будем крайне Делать Мирану После того что произошло На верхней линии Да Ну Да не Я в общем смотрю на ситуацию В общем да Как так вышло Вышло плохо Что вот это вот Гипер нестандарт Всех передумать Перехитрить В итоге лоспик земель Туда-сюда Но Но не работает Потому что Тебе нужен контроль Под кота Так Нужен стамп Прям такой Надёжный Верочный С которого начать можно Изначально Чтобы Мирана Потом продолжала Хоть один У Тундры Назови Крест У Кунки Да Под тарент Неплохо Там так Тайминги Надо подгадать Слушай А у тебя Сакс Вы на разных языках Тем более Тем более Сложно Правый драфт Супер на исполнение Хотя И левый тоже Но Тяжелее Исполнить Не мету Которую ты еще и не играешь А мы просто видим Что слева Вообще не экономят Ультимейты То есть Наглядная демонстрация В центре была Мы видим Вражеского мидера Ставится на него Дрим Койл Юзает с него РП Ничего не жалеем Просто чтоб убить Так и надо Чтобы помогли тиммейты Омник не летит Кот стоит Руками Разводит Говорит Прости брат У меня стрела Могу пумурлычить Кстати Арчит у Рамзеса Есть Хороший тайминг Нужно как-то от этого играть Кунка Надежда Надежда Дайр Причем Ответа на Сайланс Пока что нет Все от него могут пострадать Вот прям Ну кроме ДК наверное Слишком плотный Надо найти Пака И его наказать Ответ на этот Сайланс Просто Не подходить под Рамзеса Не подставлять на Фентасе Легко сказать Хороший вижн поставили При этом еще и Тундра На вражескую половину карты То есть они могут хотя бы Внизу обитать Уфармивать лес И по золоту Ничего прям Сверх страшного Не происходит Кстати Знаешь какой хороший ответ От Арчита Напасть на Кунку Вот Архидея не лучшая Шмотка для защиты Это еще не умирал Ни разу Как раз таки идеально Саксо стакает Его найдут Плюс палят стаки Неприятно Это стаки под Магнусом Которые будут уничтожены В секунду Может быть даже и не трогать Саксу А просто заняться крипами Прям сразу Хотя бы маленьких Ответка Подкушать Подраться бы за такое А хотите ли вы драться Когда у Феникса Уже есть его яйцо И все это под дремкоил Который откатился Лина слишком маленькая Земля еще меньше Отдают стаки Хотя пытаются как-то стянуться Остатки сладкие там В итоге Смотрю все прочитали У них хороший вижн На подступах Рамзес Рамзес идет цеплять Хотя бы бабоку Хоть кого-то Хотя бы деда забрать Нормально Продолжать будем или нет Мне нравится Что IG на это не реагирует То есть у них наверху Формит ДК Просто вот дальше Толкает линию Бьет лесная крипочка Все отлично Посмотри какие варды у IG Это нереально крутая команда С точки зрения макро То есть они пошли За вражескую тройку Поняли что тут кот делает Ага На вардах спалили Команду Тундра И просто не стали добивать Самых вкусных Эншин крипов Они вышли Потому что они могли остаться И непонятно Чем бы это все закончилось Потому что ДК С ними не было Вот А в итоге у них и ДК Прокачивает верхнюю часть карты Они забрали рожеские стаки И еще и вышли Отделались с меньшей кровью Всего лишь снайпера отдали Браво В свою очередь смотрим Что делает Тундра Тундра просто бегают все вместе Потому что они понимают По одному вряд ли получится Здесь киллы делать Оформлять Надо работать командой Одиннадцатый уровень Афинтус Девятого Тобсон Тут бабока Только что девятого стал Между прочим Ну Давай думать Давай думать Какие есть выходы В принципе ситуация Плюс-минус равнялась Преимущества нет Меня только напрягает Просто вот Как играют Айджей Как играет Тундра Кажется Будто Радиент Знают что делают А Тундра Они Скорее отвечают Мы вспоминаем То правило Которое было анонсировано Еще 10 минут назад Когда Пьюр сказал Ребята Афк фарм 15 минут лес С музыкой Я не с вами Они рано или поздно Закончатся И Лина Мы видим Уже Немножко крадется В сторону ДК У него почти клейпнер Вот Покупаем клейпнер Да Да Стакаемся с умни на этом И под ультимейт Мирана Играем в доту Я вообще не сомневаюсь Я знаю что тундра Все это камбэкнут Не секунды Просто нужно Немного Подождать Там все точно Будет прекрасно Все будет хорошо Мне нравится Что феникс закрыт От слова совсем Потому что у тебя Есть ульта Мирана И два рейнджа Которые бьют Очень быстро Но Под паком Под магнусом Это может быть Коварно Коварный байт То есть Враги даже если сломают яйцо Подставятся Под более опасные кнопки Они летят Но там стоит Вард от команды Иг Даже это читается Он только что упал Ну только что Потрясающий вижн От Иг Они будто бы Все читают Все знают Дагон делает Тобсон Ого Дагон Ну-ка Подцепили Феникса Моментально Сбридж Хороший таргет Красиво И пьюр такой Здрасте Забыли про меня Реализация Глебмера Ну про него реально забыли Он там ушел в лес С пятого уровня Вот Лина Да Классный герой Как она так Комбэкает Хороший фарм И опять же Вот этот взрывной демедж Который очень круто работает Под минимальный контроль Все Топ на дворственной карте Так и не скажешь Что 10 минут назад Это был Еще один Саппорт Он выбрал путь Ноана Который три раза Вначале погиб В предыдущем Нашем Бестов 2 А потом Ни разу не умер За всю игру Путь Открытой ладони Блокенбар Выходит Судя по всему Молоток Да-да Он тут нужен Много станов Много нюков Довольно-таки Агрессивный билд Получается То есть он Хочет БКБшку На фарм Типа идти драться ДК в свою очередь Купил Блокенбар Магнус давно с блинком Пак купил Ул Ответ на Сайланс Ну вот Сайланс на кунке Реализован не был Будем откровенны И проблема в том Что такие предметы Они отдаляют Покупку ауру У него только-только Сейчас И то через тысячу монет Будет пайп А если бы он играл Б БСайланс Он мог бы купить Уже бы пайп Начать собирать Баганим Что-нибудь еще такое Так ты видишь Тут Айджи Вообще никуда не торопятся Они все время Они почему заработали Стартовое преимущество Они дрались без остановки Они вообще не уходили С верхней линии И после того Как они ее выиграли Прогнали лину Они действительно Включили режим Афк фарма практически Один выпад в центр Все на этом Потому что Это четверка Мирана Которая Ну не особо скелится Я вот не верю Это Медовая земель В такой В непонятной игре Когда все качаются Он любит Постоянно драться Активную доту любит Напали Пьюра вывозят Успевает Умнинает Продлить страдания Пьюра Но спасти его Вряд ли получится Пьюр Да до конца Уже какие-то кнопки Нажимаются Пьюр Пьюр живет Пьюр пытается Выйти Да ладно Пьюра не убили Дримкойл потрачен А может быть Сейчас на развороте Но у Пьюра Слишком мало хп Чтобы драться Это такой шок Да Шок контент Уберите детей от экрана Могло быть гораздо хуже Вроде бы неплохо Раскастовался Магнус Но Хватило Хватило резов У Лины Чтобы выйти И отделались легким испугом Никто не погиб Там потрачены Просто Три ультимейта Ладно Один из ультимейта Фотоформа ДК Но самые главные Кнопки были отданы От команды IG И это очередная Там минутка свободы Для тундры Когда они ничего Не боятся Не боятся Что на них будут прыгать Все распрытились Все формят Для тундры Все отлично Тысяча золота Остается преимущество Коллектива IG Всего-навсего Потому что Если Пьюр выживает В такой ситуации Когда его соло Вывозят И тиммейты далеко Что будет В файте 5 на 5 Когда за него Еще запрыгнут Когда сверху Проедется корабль От Рамзеса Рамзес находит Дракона Говорит О В коллекцию Сюда Поймали Под стрелу А вот и комбинация Работает А вот и ДК Который Формил половину игры ДК Который потратил Блэккенбар На центральном коридоре Он Агрессивно Качался сверху Проворонил выход И был наказан Блестяще Наказали Оплошность Оппонента Тундра Засыпились За ошибку Молодцы И они выходят Сразу на Рошана Ооо Они просто Максимизируют Урон Который можно Нанести Казалось бы Да Вот всего лишь Человек Чуть-чуть Сыграл агрессивнее Чем дозволено И в итоге Минус керри Который топтился на карте И минус Обжектив важный Рошан А с Рошаном Ты можешь дать Аегис Пьюру У которого Блэкенбар Скоро появится Это уже совсем Другая история Ну однозначно Пьюру надо отдавать Пьюру Пожалуйста Да Все выходят Пьюр подбирает Аегис И говорит Все Подайте мне Всех на блюде Идем сносить вышки Ребята Мы камбэкаем По нетворсам Надо теперь Вытаскивать Своего мидера У которого 8900 Кажется Все не так плохо Было Как у Героя легкой линии Там Феникс Разбивает Руну усиленного Демеджа Даже Дефаться не стали А зачем Явно не хотим Прягаться Т1 На какой-то там 20-21 минуте Все затягивается И возвращаемся Мы к обсуждениям Которые были На стадии драфтов Закомбинить Все это Дримкоил РП Яйцо Феникса Вообще видел Яйца Феникса Ни одного Не видел Пока он их Не показывает И тут же В центре Собирается Вместе Команда IG Возможно Сейчас Форма ДК Прожимается Но Сильно Давить На самом-то деле Уже Никто Не будет Сканом Поймали Сверху Оппонента Но В смоках Идут Просто Упреждение Игроки Команды Тундра Смог Разбивается И команда IG Драка За Т2 Драка За руну Мудрости Вкатывается Топсон Не хватает Секунды Моментально Завозит его Под Т2 Хороший Сайлен Сверху Но Топсона Не добили А тут уже Флотилия Адмирала Подошла В принципе Топсона Убейте Но Подомни На этом Никто Не погибнет Феникс Пытается Выйти Никого Убить Пока Не выходит Но Первым Склеился Пак Да Пака Не выпустили Здесь Из контроля Блестящая Драка Для Тундры Причем Это Был Файт Без Блокенбара На линии И Даже Аигис Не выбили Слушай Как Как у нас Резко Все поменялось На 180 Игра И Все Из-за Одной Ошибки Драгонайта Как Переломили Ходсвапки Просто Темп Инициацию Перехватили Тундра А это Первый Ко Молодцы Забирается Еще и Кубик С бонусом Для Топсона Отлично Можно Отойти Закупиться Пройтись По другой Линии Допустим Свой Кубик Заврать Почему Бы И нет Там Руна Мудрости Дожидается За которой Бороться Не нужно Очень Классно Они Все Все Трикоры Только Что На этой Секунде Оказались В топе По фарму И Кажется Что Помимо Отличной Работы Тундра С картой Есть Вопросик Команде Айджи А что Ж Мы Не Раскачивали Своё Преимущество Что Ж Мы Играли Так Зажато Когда Все Было Хорошо Ну Да Нужно Было Наказывать Эту Лину Пока У него Не Было Артефактов Безусловно Ну Вот На центре Этот момент Вот Все Началось Это же Дота Это Домино По сути Каждое Микродействие Приводит Чему-то Большую Как Эффект Бабочки И Вот На центре Если Бо Они Забрали Лину Если Бо Кто-то Что-то Прожал Более Качественно И Там Явно Чего-то Не Хватило То Они Сами Могли Пойти На Рошана Зажать Оппоненты И Так Далее И Подобно Насколько Вот Такие Казалось Бо Мелкие Моменты Решают Доти При этом Сейчас Пьюр Снизу Без ТП Давайте Еще Раз Посмотрим Кто Что Не Нажал И Кто Не Присоединился Но Изначально Пака Не Было Вообще Во Все Этой Драке Но Они Все Выдавали В Пьюра Я Не Вижу Что Ну Кое От слова Совсем Он Пригодился Там Буквально Чуть Урона Не Хватило Ну И Это Хорошая Позиция Умнинайт Потому Что Он Всю Игру Бегает За Своим Кэрри Тут Он Красавчик Вот Прям Не Дать Не Взять Представьте Если В этот момент Он Куда Бежал Стакать Руну Чекать Варды Ставить Ну Классическое Вот Это Бывает Куда Побежал Не Изи Катка И Он Пока Справляется Со Своей Задачей На 10 И 10 Идеальная Игра Трамзеса Получается 2 0 3 Не Там Тильтанул После того Как у него Две линии Чуть ли не Проиграны Просто Делает Свою Работу Ну Да Купил Арчит Реализовать Не Получилось Ну И Что Играем Дальше Купил Уже Пай Погоним Ну Крутая Катка Неожиданно Такой переворот Но я думаю Что Он Не Последний Потому что Это Магнус Потому что Это Феникс Потому что Это Пак Айджи Еще Хлопнут Дверью Да просто С Аегисом Ну Вы явно Не пойдете С этим Первым На ХГ Ну Зачем Это Слишком Большой Риск Пока Охотятся За Таргетами Вот это Интереснее Заставляет Уходить Не Формить Свой лес Даже Элементарно Юра Уже Никого Не Боится Ну 20 Секунд Он Точно Никого Не Боится Сакс Нашли А кто Кого Нашел Улетает Отсюда Феникс Попутно У Топса На проблемке Омни Найт Очень Нужен А Омни Найт В этот Раз Далеко В прошлый Раз Под Т2 Сверху Именно Омник Спасал Мидера Омник Не вездесущий Он Не может Сказаться Везде Он Подлину Играет Он Выбрал Правильный Таргет Вообще Это Благодарное Такое Занятие Максимально Респектую Ватьмону У него Счет 0-2 И так Можно Подобно Игра Такая Медленная И по сути Все Что ты Делаешь Игрей Это Бегаешь И кидаешь На своего Кэрри Репел Ну Хилишь Там Ультуешь Вот Это Немного Но Это Честная Работа Это Может Показаться Скучным Геймплеем И со стороны Так сказать Невооруженным взглядом Может показаться Да что там Омник в игре делает Коры тащит Лина всех убивает Кунка А на деле На Омнике Тут вся игра Пока же Дойдут Немножко Фарм Скорее всего Ребята Но мне бы хотелось Конечно Чтоб Тундра Какой-то Тоже поймали На ошибки Айджи Айджи Уже стакнулись Вместе Играет под верхнюю часть Карты И Рамзес Что видит Твой Эльфийский взор Сканин пропустил Только деда мимо И улетает наверх Подефать Т2 Может быть здесь Подраться Вся команда Перестраивается Крест 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 Попался Блокенбар есть Ааа Какой хитрый Магнус Ну слушай БКБшечка В КД До свидания БКБ уже Шестисекундная Остается Аганим себе Прикупил Продолжение никакого Ооо какая стата хорошая Смотри Ну ты хотела статистику По лечению 8000 хила Спасибо MVP MVP Тут нужно еще Наверное Один момент Который вообще Не учитывается Сколько демеджа Как бы нивелировано Под его бафами Да И сколько контроля За счет репела Ну Такая стата Полезный омник Все Приняли Как базу Подает последний Внешний тавер У IG И врываться Из него Тоже Никак не хочется Вообще Я никогда не видел В интерфейсе Вот сколько Комментирую Такой статы По хилу Это какая-то Новая технология Это что-то невероятное Илон Маск За голову сейчас держится Нафиженное золото И долонами Сумончиками Мне пожалуйста И когами Клакверка Вот да Это самое лучшее Что вообще существует Потому что Об этом просили Очень-очень долго Когда это появилось Это прям такой дикий кайф был Там вообще-то Посмотри Где пак фармит О Ну Это не та статистика Которая нам нравится Цель Сакса Не попасть соперника А задать ему Вектор движения Куда Что Что делает этот волосатый 8 секунд у него было До Что он там делал У него Не понял Никто не понял Санта Nothing to say А он понял Поставил И дальше Станчиком Попали по паку Пак куда Посыпались молодые Больно Наверное Наверное больно Я что-то сейчас Я Это странная Ну не пятиминутка Да 30 секунд Очень странные были От команды IG Два кора погибли И кажется Что это такая замануха Даня Таегиса Но может быть Хотя бы погрызем Чуть-чуть Т3 По центру Там зайти Попробовать Убить быстро Феникса Пока коры не вернулись Да IG конечно нестабильно Там же был потрачен Еще и Dreamcoil Помним об этом А стоит ли она того А команда то в таверне Ты куда Драгональ Может быть Феникс поставит яйцо Может быть Феникс поставит яйцо Да не надо Не надо Не надо Пока еще не Деф им трон Действительно Держим это Деда поймали Помогите Поставил яйцо Санрей на развороте Вот теперь-то точно А бок стреляет Там прокатываются А тут Лина уже на базе С Тобсоном На пару ДК добить ДК Мане Не успел Крылышками своими Домахать до базы Что это за дайв И снова забирают В ответ Так Тобсон тоже не отпустит Поехали под фонтан Ну какая же Свадьба без драки Какая же катка Без поездки Под фонтан с Магнусом Правильно? Ну Кураж уже был Понимаешь У Тундры Прям Ну ребят Мы все что угодно Можем сделать В этой игре Они увидели Магнус побежал Просто нафидел Пак нафидел И такие Так погодите Вам можно Нам нельзя что ли? Там Ты понимаешь Там Феникс поставил яйцо И все таки Первый раз за игру Это сигнал Это конец игры Типа Ребят Все Мы заканчиваем здесь Скажи им Солнце ослепило Взор И они побежали Они думали Это их база Ну вот казалось бы Айджи Куда они выходят втроем? Что это за дела? Вам Это руна мудрости Медом что ли Намазано? При этом Стоит обратить внимание Вот я сейчас смотрел Внимательно Затем Как реагировал Пьюр на всю эту ситуацию Он очень долго Вверх-вниз Бегал Рядом с Т3 И нижней И не сразу Пошел в эту драку Может быть Приди он там На 5 секунд раньше Они бы смогли Выйти хотя бы Из этого файта Или напротив Вообще Не приходи Продолжай бить линию Он бы снес им там Бот Да Потому что файта затянулся Отвлекал внимание Но все это Опять же друзья В какой-то параллельной вселенной У нас же преимущество Тысяча золотых Лина погибла Деньги отдали сопернику И даже тот загул Магнуса и Пака Не становится приговором Для коллектива IG Да нет Тут вообще еще Ничего не понятно Очень крутая катка Феерия ошибок Все как мы любим Но это переигровки Здесь уже начинают Нервишки По всей видимости Где-то работать Рошан прилетел Все в курсе Ну Я думаю Что Тундра Также должен догадываться Пьюра опять нет Пьюра уже рядом Прилетел на аванпост Нужно двигаться Чуточку Шестрее Заходить на Рошана Не стали сами IG Не понимают Что им перед этим Нужно выигрывать файт А ты как где? ДК показался на линии Сейчас по нему Есть информация Вкатывается Топсон Сам уже Ставится Сайленс Хорошо И с танчиком По таймингу Попасть не получилось Пак Помочь сложно Но он не уйдет А Сайленсом Зато попали И ульту Элины Здорово И корабль просто В труп пака Два корабля Боже Хватит измываться Над дракончиком Потому что команда Стоит под позицией Рошана И такая Мы сделаем ловушку Они придут И мы их захлопнем сверху И ДК такой В центре рукой машет Ребят Вы можете врываться Это был Лютый Майндгеймс Тебе не кажется Что всю игру ДК как будто бы В другом дискорде сидит В другом змеи Да То есть Он как будто бы Плюс один Своему коллективу Он сидит В дискорде С ребятами Которые в Counter-Strike играют Я не знаю Где он Но точно не с командой Потому что Это происходило У нас на старте На лейнинге На него же вышли В первый раз Ребята из Тондра Попытаться компенсировать Неудачи свои И по нему постоянно бьют Причем Магнус потеет Как не в себя И ДК вот этот Сюда пошел Сюда пошел А теперь уже Со всеми этими бафами Тундры естественно Верят в свои силы Если в прошлый раз Загуляли под фонтан Ну теперь просто Будем ломать линию Наверное Ну да Это второй Вторая гида Есть баннер Нулифайр У ДК появился Из неприятного Он закрывает Ультимейт Омника Довольно таки Такой важный фактор Все еще есть Опция Попробовать Увести За Магнуса Но Если умнинайт На реакции А пока что умнинайт В игре не ошибался Он просто сможет Кинуть репел И воска не получится Забирают На халяву Вражеский шарт Пюр получает Шардецкий Ну там Один из худших шартов Потому что Это на магическую рим Немножко не повезло Но у всех остальных Есть Там уже Жизнь устроена Действительно Ох Хех сделает Рамзес Нифига себе Я бы Вот если честно Вообще этому умнику Чуть ли не МВП бы отдавал Если Тундра Закончит Свои победы Эту карту Та жесть проиграть МВП карта Омник Все МВП тундра Точно Омник Нападение на Саксону Как-то не хочется И зачем А вот там Билд у кота Интересный Трибрейсер Аркана Трибрейсера Пика И он делает Кристалис Это Сакс Ну он такой Как бы Универсальный солдат Найдет Найдет Тобсон Находит на Фентасе Дает сигнал Сей команде А Тобсон любит Такие штуки Он прыгнул Прямо под Омник Сбить Не может летит Стрела слишком Поздно Тест не так прост Ну побегали За ним Попрыгали Опять же Две минуты Айгиса Смогли Айджи продержаться Уже Если так дальше Будут кайтить Это будет Очень крутой Мув Со стороны Команды Радиан Тундра не хочет На морозе Заходить На один сайт Все-таки Опасается Вывоза Магнуса Хочет Кого-то поймать Ну им нужно Подпушить Хотя бы две линии Чтобы поставить Агрессивный вижен Наверное Хекс Хекс на кунке Очень важно Рекенсферы У Пака нет И не будет Он уходит в Аганим Это может быть Ключевой Момент Потому что Пак-то не в курсе Он может снова Попытаться так заджукать А у него не выйдет Казалось бы До 10-13 На 33-й минуте 34-й Не так много Но напряжение Постоянно происходит На карте И Айджи уже Ну я не знаю За исключением Первых 10-15 минут Они вообще Не чувствуются Как доминанта На карте Они все время Как-то отбиваются Ищут возможности То есть результаты Фарма от ДК Я вообще не вижу Тундра же в свою очередь Прям как команда Действует Да у Юра Были проблемы Но камбэкнули Да Да Пёрс Пятой минуты Пошел в лес Карл На третьем уровне Он туда ушел Да на третьем уровне Я такого давно не видел Это вот ну Просто шок На самом деле И он сейчас Топнетворс Самый опасный Герой на карте С ним надо считаться Это фактор Имбовости Лины В первую очередь Ну и фактор Имбовости Пьюра Да Да-да-да Все правильно говоришь Он Чувствует Этого персонажа Потому что он Один из первых Кэрри Лин Все Зажимаются уже на базе Опять эта игра Будет через снайпера Вот это то О чем я говорил Такого снайпера Такую доту Мы хотим видеть И он будет Отстреливаться Бесконечно Похоже на Телепузика Да Или на космонавт Это у нас Зона обитания Лины Как бы демонстрируется Сейчас на карте Да-да Ну на легкой подкачался На миде много было На легкой подкачался Пьюр Да У нас поймали тут Феникса Яйца не будет Яйца не будет Завозят в очередной раз Пьюра Омник прыгает вперед Только для того Чтобы подсейвить Подхилить И Пьюр Под этими бафами Начинает раздавать По лицу всей команде Айджи Сюда иди Куда ты бежишь Под фонтан Лежать И дошел до респа Аптечку не дали Ну и ломается уже строение Нужно дефать Т3 Первый гриф Хорошо Но поставили баннер Крипы не умирают Дракон думает А хочется ли вообще Ему врываться Керкспака Робот куда Натин тусей Тоже не подходит Там просто Пьюр Я не знаю Он как из турели Расстреливает всех Подойти страшно Так он 20 лейл Взял наивысший пик силы Пассивка ускоряется Посмотри как он бьет Без Магнуса Вы вряд ли начнете драку Магнус есть байбэк Но они ждут феникса А ты ходь А они должны дождаться Конца Аегиса Но можно напасть чуть раньше Убей всех остальных Но тебя Лин может убить 30 секунд Пока 30 секунд эти идут Надо ломать вторую линию Неужели отдают в сторону Может быть их снова как-то ворвется Поставит яйцо Нет заранее Отходит тундра Молодцы Рамзой говорит Никто не уходит У меня есть корабль Я хочу драться Реально не уходит Все Элина Нет Магнуса Еще 14 секунд Вторую линию На халяву Почему Магнус не выкупился Он купил что-то важное У него были байбэк Деньги же пропали Все Куда-то вложил Надеюсь Надеюсь Отобьются деньги Если вложил Он в линзу вложился Посмотрим Я не знаю Как это им поможет Я бы понял Он сейчас покупает рефрешер Дает 2 рп И они за счет этого вытаскивают Но Линзу Что Везет Чуть пораньше Интересно будет посмотреть У него же аганим Он может Сплон гранжа Кого-то цеплять Но хитрый Вайтмон Потенциальные Вп Купил дайгер Да И неважно Ты увозишь Не увозишь Он всегда подсейвет Ну такой Настоящий Боевой медик Который за тобой В огонь Там в воду Куда угодно прыгнет Только чтобы тебя Вытащить на своем горбу И у него Скоро уже будут Грифсы Опять же Потеряли аегис На тундра С аппетитами Уже большими Они понимают Что они сильные Уходить не хочется По крайней мере Из-под базы соперника Пусть там сидят Мы пофармим ваш лес Кто-то рано или поздно Ошибку допустит Очень классно Тундру себя Показали В рамках этой карты Это бест оф три Опять же друзья Помним об этом Может быть на второй Не пойдет Стартанули за здравие Не крутая катка Много моментов Хоть фрагов И не Прям таки дофига Но Много моментов За которые можно зацепиться Аж глаз радуется А ты можешь Сантос Вспомнить момент Когда После стадии лайнинга Это важное уточнение Уравнение Сработала комбинация РП Дримкойл Яйцо Ну что ты начинаешь Погодите Смотрите сюда Ааа Хитрый Я думал Это другая команда Это другая команда Ну Ббшки Умрили бы оба Средатель бы Жив был бы Слушай Я помню одно яйцо Он его поставил И то Потому что Это было на его базе Врагам Там уже все видят Да? Надо ставить Врагам мешало Пройти вот эти ворота Они физически Не пропускают Он не фидит яйцом Значит Да? Да Ни одного отданного яйца Не было Вроде бы Это красиво Какой-то пак с мышкой Но он играет на верочку Что потом Подойдут Скажут Почему враги Все твои яйца ломали И он такой Ну Блин Ну там Лина Там Мирана А так Ребят Мы проиграли А так ты думаешь Не подойдут И не спросят Он скажет Ребят Что мы проиграли Видели Как я На верочку улетел Так ну в смысле Ты же улетел Да какая разница Сколько раз я улетел Зато на верочку Хоть один ультимейт Упал? Нет Вопросы? Ладно С вопросами разбираться Будут сами IG Тундры же Просто сейчас Закупились Выбили тир 4 шмотки И нужно поддушить Соперника вновь Не давать им гулять Вальяжно по карте Ты посмотри куда Магнус вообще доскакал Да что такое? Качает Ражский лес Может себе подвольт Ну вообще Да Мне нравится Куда ты клонишь Ты берешь Тимфайт На драку Хочешь скомбинировать Три крутых чара Это Магнус Это Магнус Пак и Феникс Но Комбинации нет Ноль за игру За 40 минутную У тебя работает Только Магнус И воем пауэр Под кунку То есть под ДК И больше ничего Но в такой тяжелой игре Понятно Что они пытаются Ее Пролонгировать Растягивать Ну она же была Такой не всегда Она долгое время Была в нуле Да в том-то дело Что этот сноубол Должен был разгоняться Такое ощущение Айджина Много-намного раньше Потому что Стартовали Они прям вообще Не экономя Своих ультимейтов А потом Что-то случилось Что-то случилось Ну Еще не вечер Как говорится Магнус Купитер Спрэшер Скажет свое Веское слово А Феникс Ну еще на стадии Драфта было сказано Что здесь Ему будет тяжело Потому что Мирана Лип Ультимейт И Лина Это знаешь Как классика Когда пикается Энигма И говорят Ну тут Блэк Олл Будет тяжело Раскастовать И ты просто Его не раскастовывай Чтоб тебе не сбили Не украл там Рубик Вообще за всю игру Кометы сейчас Совершенно Не под Феникса Вайда не берешь Много Райт кликеров Мощных На скане Поймали прямо сейчас Тундру Смаки И у той И у другой Команды разбиты Курьеры пролетели Все понятно Как бы тут Чего догадываться Сакса На Миране четверке Дедалл скупил Кот красный Повторяю Кот красный Но там в принципе Он соответствует снайперу Который тоже уже В демч начинает собираться Все больше и больше Сакса Наревили Нужно как-то Подловить соперника Как хорошо подкрались Айджи Прямо сейчас Но никого под Рошаном То нет Вполне возможно Вы просто забиваетесь В угол Где вас и похоронят Закопают Снайпер в позиции Настоящий охотник Сидит под деревом Промахнулся Магнус И тот же Пьер начинает Раздавать на лево и направо Он без бая Бежать Опасно Казалось бы Но вы убили снайпера 4 в 4 остаемся Насколько нам нужен Омник Скорее всего Очень нужен Топсон один Выходит Понимаешь что без Омника Они ничего не А может быть догнать Пака хотя бы На Финтусей Куда Пак то пошел Ну ладно уже Все в панике Убегает Ундра Они отдают Это вот Рошана 15 секунд Рошана Умник вернется Слишком поздно Это первая ошибка Умнинается за игру Но как дорого Она им обойдется Надо принимать файт Мне кажется 30 секунд Конечно Но это Слишком поздно Рошан слишком много В нем вкуснятина Там Работяги сломали Центральный Барак уже Мне не жалко Но просто Рошана мы тоже Почему-то не бьем Понимаешь Такой вот Френдли Френдли Да Там уже Т4 падают Такая вот семейная дота Никто никого не бьет Вы убили Омника Заставили прожрать БКБшки Улететь Рспирита И Рошан такой Ну я все равно Дождусь Тундру У меня нет объяснения Если честно Потому что Мне кажется Они могли успеть Вот сейчас сверху Накрыть С Магнусом С РП Прокричал Рошан Все все понимают Уже Омнинайт Разогнался С Т2 Несется команде Надо успеть Омника У ДК Ульта Еще 20 секунд Не имеет права драться И снайпер Это не будет дольше Еще 28 Пока он сюда прилетит Можно подловить Все Вайтмун уже рядом Опять разбивается Смог И с той И с другой стороны Второй раунд Ребят Прошлый раз Не договорили Дримкоил готов Яйцо есть РП заряжено Стреляет ли пушка Сейчас узнаем Будут ли врываться На Рамзеса Тут же вкатился В спину Неплохо Магнус Крюшка И тут же Мане Раскастовывается Пытается убить Хотя бы Мирану Мирана погибает Также Вайтмун Очень быстро Сбрит корабль От Кунки GT не убили И кажется Что Тундра Второй раунд Проигрывают Персотаник Нет По итогу С Фениксом Справляются Топсон Один Выйти отсюда Лина байбэкнулась Но Лина даже Не полетит В этот парный портал Лина еще и выкупилась Это больше похоже На рейдж байбэк Нет Я думаю Да понятно Нет Он хотел помочь Хотел как лучше Но это Тотальная фиаско Они ведут 20 тысяч И вот это Вот помнишь А где же Ультимейт Никита Ты доволен Доволен Никита Вот они ультимативные На самом деле Очень сумбурный файт Если честно Получился От команды Я хотел бы Реплей посмотреть Да Да Там опять умер Омник Причем Омник с Миран Умерли в секунду У них нету Под сейф айтемов На себя То есть Мирана Купил доедал Успику Да красава Но по большому счету Она за пару тычек Сводилась Давайте посмотрим Корабль поздний Какой-то был От Рамзеса Кот стоит и дерется Рядом у Монина Стоит Да Папа культанул Хорошо В двух саппортов Они в секунду умерли Потом РП качественно В двух коров Ну Все не попад Все разрознены Рамзес Где-то там стоял Захексил Магнуса Ну Дискоммуникация Налицо По-другому это не назовешь Еще и Байбэк Лина Вот этот вот Ну Такое напряжение Но Тундра Ну пожалуйста Сейчас придется Откапываться же Да Нельзя так больше ошибаться Особенно Вот Я бы Все понял Но Байбэк Лина Если она сейчас умирает Игра заканчивается По-другому не скажешь Да что ты начинаешь Опять на заканчивается Да факты Голые факты Никита Ничего не заканчивается Не договорили еще Спасает То что стоят Т2 Вам очень тяжело Там добираться До вашей базы Чтобы компенсировать Уничтоженные линии А линии пушатся В сторону Айджи То есть Айджи Сейчас они себе Как бы Выиграли камбэк Сейчас все Находится в нуле Да За исключением Этого Байбэка У Лины Урон по героям У Топсона сколько Ну Земелья это как Девс Сплошные АОЕшки У Снайперов 26 тысяч Ничего себе Пацифистомник такой Ребят Как он их дамажит Что ретро паладин Из ВО Ему не надо У Топсона билд Конечно красивый Кажется что Вот позиционка Опять же В последнем файте Подвела очень сильно Тундру Ну Надо Можно было Сыграть получше Я с тобой согласен Вопрос к саппорту Ну вопрос С китом Билдумираны Ноль предметов На подсейв У Манинай Тоже По сути Даггер Позволяет ему Стоять Очень далеко Но позиция у всех Была плохая Лина была слишком Глубоко В файте То есть она была Зажата Саппорты хотели ей Помочь И в них просто Пак вышел Вот Хекс Надо давать Только в пак Кунка тоже стоял далеко Захексил Магнуса Ну в общем Все ошиблись И они 20 тысяч отдали И Рошана И Байбэклины Ой Последняя самая Конечно Болезненная С точки зрения Восприятия Когда у тебя там 30 тысяч Нетворс Да Ты та самая Ну не хрустальная пушка Тут даже не назовешь Подобным образом Все-таки Сатаник имеется БКБ Шестисловая пушка Магнус Хитрец Ему выпал С Рошана Опа У меня дежавю Но они скоро зайдут Да Такое бывает Такое бывает И камеры зависли Это классика уже Видно там В отеле что-то отключается Роутер личный Магнус Магнус хитрец Он Передумал Брать рефрешер Взял ликансферу А у него С Рошана Рефрешер Ведь они не стакуются Рефрешер на рефрешер Иначе это было бы сильно А вот линку Ты можешь дважды использовать Он увидел Как его захексили Ему не понравилось Поэтому Причем линку Он может повесить на ДК Который будет бить базу Или на пака Который потенциально Лучший таргет Для хекса Да черт возьми Как так получилось Казалось бы Что все Игра в кармане Уже у Тундры Две линии уничтожены Все так кайфово Потому что дискоммуникация Потому что микс играет В смысле Я Если ты будешь добавлять слово Языковой микс Я еще это пойму Но во всем остальном Это команда 4 плюс 1 Так это и есть микс Ларшо сам Просто бывает Ну бывают разные Степени миксованности Ты так или иначе Миксуешь 4 игроков с одним У тебя синергия нарушается Ну здесь будем откровенны Что Мирану во многих моментах Не хватает Такое ощущение Ну на фоне соперника Допустим В целом Видимо Херапул Не самый лучший Ну не надо Вот это вот 4 из 57 Так ребята Ну вот я не про это даже говорю Тебе не нужна коммуникация Чтобы стрелами Хотя нужно Мы же говорили Этот план через скунку Я нажимаю крест Ты возвращаешь Саксо Выучи одно слово И все Уже так сложно И теперь уже придется Дефать свою базу На всей видимости Команде Тундра Как только Все будут готовы Тоже непростая задачка На самом-то деле Для IG Когда Алина будет Из-под Т4 Вас расстреливать Под всеми Возможными бафами Не все зашли Пинг Не восстанавливается Перезаходят назад Ребята Ну по сути Это баг Когда тебя отключает Дота оценивает Твой пинг По дисконнекту По тысячу Может показывать И Ну он уже в игре Наладится Ну знаешь Когда тут Каждые 2 секунды На вес золота Ты не хочешь Тратить время Еще в игру Не все зашли Он пишет Гоу Ну в принципе А чего нет Только сейчас чат Подгрузился Мы готовы О все Снайпер зашел Состояние просто Отличное А это ДК ДК был везде По всей видимости Это похоже на Что тебе Это как в облака Да Да Меня напоминает Какую-то мягкую игрушку Я не знаю Да Ножки сзади Барашек 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 на стальных Я бы сказал Но тут История совсем иная Лина возвращается У нас в игру И теперь придется Прягаться Тундре Надо все свои ошибки Исправлять Вопрос Как пауза Ударит по командам Главное не потерять Фокус И запал Ну ты посмотри Разворачивается Айджи Я думаю Для Тундры Пауза лучше Можно выдохнуть Зарефрешиться И забыть Ключевое слово Забыть Драгу снизу Главное не забывать Что у вас нету Байбека на линии Там уже время Тихонечко идет Ну совсем тихонечко 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 Три минуты Айгиса Продержались Между прочим Рефрешер у Лины Появился Еще одна пауза Да Ну слушай Линии все пушатся В сторону команды Айджи По прежнему Там центральная И нижняя То есть в этом плане Хотя бы у Тундры Голова не болит Мы бы как-то Мега крипов сделать Мы сегодня с тобой На предыдущем Бестов 2 Говорили Что наконец-то Есть шанс увидеть Терпять нейтралки Кот не может Костануть лип Во дела Ооо Это надо Ребят Ну собственно Заваривайте чаек Судя по всему Мы здесь надолго Надо бинды Перелопатить Я думаю На другую кнопку Что-нибудь такое Но тоже неприятно Мышкой нажимать Не то Вот я Легаси плеер Да Нас все меньше и меньше Легаси Это наше наследие Я в грудь пятка Себя буду бить И говорить Что мы самые крутые Ну так вот Но Так уж складывается Что Сакса Сакса говорит Да я не нажимаю Вы что не волнуйтесь Я особо не прыгаю Все в порядке Походу не получается Походу не работает Ну так вот Походу Сакса У него тоже там Легаси Вот И видимо при дисконнекте Что-то бывает Короче Я постоянно замечаю Что какие-то косяки То новый герой выходит У него бинда нет То Баг случается Вот У меня на Q Куфъерта Дефолтные кнопки А у меня на Q Это Слот инвентаря И постоянно Дота Вот через раз На некоторых персонажах Особенно Говорит Что типа Мол это Обилка на способности Или на Ну что-то с ней не так Мне приходится Выключать Легаси Прости господи И Ну Биндить самому Я бинжу те же кнопки Что и на Легаси И тогда у меня Как я тебе сочувствую Ой как тяжело Я не в этом смысле Мне это нормально Мне это нормально Я как бы просто Забиндил всех персонажей Кого этот косяк Это все Но в целом Ты за людей переживаешь Ну я же не один Легаси плеер А давай мы сейчас спросим В нашем чатике Напишите ребят Плюсик Если вы играете на QWERTY И минус Если вы играете на Легаси Весь чат в минусах Я тебе говорю Нифига Нифига там не будет минусов А ты на месте Ребята Подписите Я чат открою Серьезно Ради этого Весь чат в Алдах Да нет Да не будет там никаких минусов Там все в минусах Даже те кто играет на QWERTY Меня поддержат И будут минусы писать Потому что это модно Круто молодежно Вот просто напоминаю Если вы на QWERTY Плюсик Если вы на Легаси Минус Давай загибать пальцы Паша играет Паша на QWERTY Пересел И у него недавно Были серия побед Да господи Ага Он в Dota не играет Он сейчас нарыц Вот смотри Наши ребятки Плюсики ставят в чат Я смотрю Ребята Потому что новое поколение Я увидел в Dota написал Старый бог Так что великитимное голосование Я понимаю Что твоя армия дедов Тоже присутствует Есть минусы Большой минус Он сразу за сотку считается Да Он за десятерых Поставил за всех знакомых Кто в Dota уже не играет Но это круто на самом деле Что у нас абсолютно Разные поколения Артизи Знаешь такого игрока Артизи Он играет На Легаси Ами играет на Легаси Сейчас дай вспомню Миракл Нет Кто-то из жестких Я вижу сообщение С 12 лет Играю на QWERTY Как? Надо дополнить А сейчас мне 13 Что-нибудь подобное Ну понятно На самом деле Многие игроки Они Перешли на QWERTY Когда тут только вышло Ну Как Большое Количество А бывали люди Которые еще более Слушай Вот это Извини что я тебя перебью Но это важно Вот молодое поколение Стало спрашивать Что такое Легаси И нужно объяснить Нет нет Там уже Там уже не спасти Нет нет Ребят Я объясню Легаси Это когда у вас Из первой доты Раскладка с пылов Была на разные клавиши То есть Вы там допустим На тине У вас первый спел Я не помню Ну там допустим На С В Аваланч В Конечно ты все помнишь Да Хорошо Там потому что У каждого спела Есть буква Да Мит хук Хук К Мит Д А ладно Рот Р Дисмембер Д У меня тогда В первой доте Это бесило И слава богу Кверти есть Вот серьезно У сынкинга Буру страйк На Е У Лины Лайт Арей Т Драгон Слейв Д Лагуна Плейт Г Студия вызывает санитаров Я его не успокоил Я лучше чем Алфавит знаю Легаси Меня разбуди Просто среди ночи Спроси Че как Я все отвечу Но при этом Нужно Поэтому тогда Инвокера пианистом Называли Поэтому я на инвокере Не игра Потому что нужно было Плясать по всей клавиатуре Абсолютно Чтобы все это Нужно У инвокера 23 спала было В первой доте Да И соответственно В новой доте Есть возможность Выбрать раскладку Для того чтобы Либо вы играете На кверте Где все Унифицировано Образно говоря Либо вы играете Как привыкли Потому что безусловно Огромнейший пласт игроков Как мы и по чату выяснили Играют доту Много-много-много лет Есть один герой Давай У которого Вот Ну Большинство Так сказать Уважающих себя игроков Они все равно Легаси ставят Это Шадоу Финт Потому что The XC Ну безусловно Как же иначе-то А некоторые Не кверти Да А циферки ставят The XC опять же Кому как удобно Но вот эта вот раскладка Ну именно Не Легаси А Ку Слот Пробил слот Там на мышках Меня еще Дэнди учил В свое время Так биндится Я забиндился И гораздо удобнее И я смотрю У него на стримах Он до сих пор так играет Сейчас в чате зададут вопрос Кто такой Дэнди? Кто такой Дэнди? Игра такая была Там еще Слоненок нарисован Вот смотри Вопрос Люди заинтересовались А как работает Легаси с новыми героями Валфы выбирают Да Ну Пишут историю новую Можно сказать Правильно? Не знаю Удар Кнутом К У этого самого У рингмастера И так далее Но часто бывает Что Нет-нет А Мисплейт И забывают Что-то забиндить Или Бинд идет на очень Неудобную кнопку Тогда все равно Приходится Включать Отключать Легаси И биндить Самому Как удобнее Условный Ну Баунти Хантер Это еще с первой Доты Но просто тогда Дженада была Непрожимная Она всегда била А после этого Ее забиндили на Джей И я постоянно Перебиндживаю Потому что Ну ее же ты выключаешь И тебе надо ее бить Вот Потом У Шторма Когда ему только шар добавили Он был вообще без бинда Надо было Или перебиндживать Или нажимать Мышкой О Друзья Истории наши Чуть подождут Потому что По всей видимости Решили все проблемы Я очень в это верю И надеюсь Нет Продолжай Санта Твоя вера Тщет на паладин Ну Вообще Мышкой тяжело нажимать Да Ну скиллы так вообще Да Есть такое ощущение Поэтому придумали Кверти удобное Чтобы не надо было запоминать Видишь первый спелл Кью Все логично И поехал работать Раз мы Это Волынку то начали Значит В первой доте Первой доте Нельзя было биндить инвентарь Он был на нумпаде Тянуться было далеко Большинство тянулись Это то воспоминание Которое мой мозг забыл Я тебе честно скажу Большинство людей тянулось От Варкрафта Тянулись все дела Люди некоторые По инерции Даже во второй доте Тянулись По ГГ Смайл Все дела Вот Я быстро нажимал мышкой Быстро прям нажимал Чик-чик-чик-чик-чик Ну как бы я Ворачивался На вот с полов Я был молодой Горячий Там 13 лет Let's go Вот Потом вышли Крутые мышки С эффектом памяти Где можно было Биндить все это дело Вот Я прям обрадовался Я там Мог две кнопки Все забиндить Но этого хватало Чтобы тащить Вот И я помню Как я приезжаю На первый Asus И Мне Эш говорит Тогда Такой Организатор турнира Сейчас он в Рухабе работает Вот Он говорит Саня А нельзя с такими мышками Я такой Почему А потому что Нечестно Все жмут Ну подымели мышкой А у тебя забиндена А ты выпендриваешься Четы говорит И я просто Мы долго ругались В итоге меня допустили Говорят Ладно-ладно Успокойся Вот Потому что я там уже с пеной Ну мышка дорогая была Я уже привык Но в итоге разрешили Да Ты добился своего Конечно А потом буквально Через полгода Уже все на таких мышках были И программы появились Что можно было биндить На более удобные И так далее Но Большинство людей Даже с появлением Таких Упрощений Они все равно Тянулись И очень быстро нажимали На нумпаде Я никогда не понимал Как ты нажимаешь Левой рукой Постоянно скиллы Ты еще успеваешь На нумпад потянуться Это же вообще Какое-то пианино То есть Тянуться от одной клавиши Через пол клавиатуры Для другой Чтобы спел нажать Это окей А на нумпаде Нажать Это уже Ну прям Ненормально Ну мышка Я быстро все делал Я не сомневаюсь Я думаю Что на фоне нашей беседы Будет еще один вопрос Очень логично Сдать нашему чатику Напишите Ребят С какого года Вы играете В доту Вот сейчас Мы реально узнаем Кто у нас Олд Самый-самый главный Есть ли у нас Ребята Кто там вообще Не знаю С первой доты И сколько выживших Еще осталось Добрались до этого Я с самого начала Гэндаль Да с тебя все началось Я думаю Еще когда там зима была Зимняя карта Там была версия 0 Что-то там Вот там 2007-й Хороший Это хороший год 2002-й 2004-й Не было и доту Но уже играли Понимаешь Ранние билды Тогда была Дота в Старкрафте По сути Откуда ее Многие кстати Об этом не знают Что изначально Дота начиналась С карты Старкрафта Да Там были бункеры И она Немножко напоминает Доту Вот Ее Такой Замечательный Разработчик Как Иул Вместе с Гуинса Такие шмотки В доте Гуинс Это Хекс Они перелопатили Вот И превратили в доту На движке Варкрафта Сделали кастом Потом Гуинс куда-то Ушел Вот И пришел Айсфрок Молодой Программист Был протеже Иулову Многому научил Передал знания И сам ушел Из компании И начал делать свой проект И как бы вы думали Этот проект назывался Лига легенд То есть создатель доты Это создатель лола Должен был бороться Я когда это узнал У меня все стало на свои места Почему лол так популярен Потому что это один и тот же человек Столь талантливый Который все сделал Айсфрок по сути Он ничего сам не придумывал Он лишь дорабатывал Ну и за что ему Огромное спасибо Потому что Если вот опять же Ребята мы видим Что пишут Что играют Там тоже по 10 лет В доту Я думаю Что именно эти люди Больше всего понимают Как сильно дота изменилась От того Что было допустим Там на релизе Даже от того Что было 5 лет назад И сейчас Это абсолютно Две разные игры По своей динамике По механикам И прочему Мы бы сейчас не разговаривали Это точно Потому что он еще Язык придумал Да я не знаю Санта Ты все просто На него готов повесить Какой язык Язык эльфов Да Ну он же Он периодически уходил Из проекта Потом возвращался И это прям чувствовалось Вот скажем Вот последний Огромный патч Когда ввели аспекты Это прям Ну прям видно Рукомастера Потому что Многие Многие вещи Из первой доты взяты Сейчас попытаюсь Вспомнить Какие именно Ну например Например Аспект лайфстилера Я на секундочку Тебя Санта Перебью Потому что К нашей трансляции Я уверен Подключаются ребята Которые не понимают Что происходит И для них Стоит обновить Скажем так Статус нашей игры Тем более Это переигровка Невероятно важная Где тундру Вроде бы Долго вели А сейчас уже Базу свою дефают После дисконнекта Всех игроков И реконнекта Со стороны команды Тундра У Саксы Не работает Лип на Миране И как мы видим По его прекрасной камере Пытаются эту проблему Сейчас решить Просто тыкая В экран Своей ладонью Мы надеемся Что рано или поздно Этот волшебный способ Поможет И мы вернемся К игре Самый рабочий метод А я продолжу Дефать свою базу Говоря что Легаси Это самое удобное Что есть в доте На чем я там остановился У нас подкасты Вот дедушка Забыл принять таблетки Что там Про эсфрогу было А Значит В новом патче С аспектами Что он с первой доты взял В общем смотри Аспект ластилера Так Ты убиваешь крипа Тебе плюс кпшка Вечная Такое было В первой доте У пужа Сейчас ты получаешь заплатку Когда ты рядом с убийством Находишься Так А в первой доте Ты получал Силу И за Фраги на героях И за крипов Просто крипов Чуть-чуть давали Вот На самом деле У первой доты Очень много было Различных итераций И она очень долго Продолжала жить Активной жизнью Параллельно С дотой 2 И там столько Всяких экспериментов Было с новыми объектами И прочее Это просто кошмар Потом Пассивка разора Которая бьет Обидчиков в ответ У него в первой доте Была ульта Которая просто Воуе била То есть это вообще Один в один Как было Пытаюсь еще Что-нибудь вспомнить Вообще там было Много таких вариантов Но что-то из головы Вылетел Потому что это Это то, что Мне не нужно Это было в прошлой жизни Будем откровенно Да Да Ну шейкер Через криты Но такое Это не садь в рогом Это просто мета Пришла-ушла Я просто сейчас задумываюсь На тем Насколько Насколько сложнее Стала дота С тех пор Она стала в чем-то сложнее Тебе нужно держать Много в голове Итераций Много данных Особенно при входе Всякие таланты Шмотки Герои Но в каких-то моментах Она стала более проще Более простой Более удобной И это правильно Ну условно Самое классное Для меня было Когда полоску маны Добавили у соперника Что ты ее видишь И не надо прокликивать Это просто восторг Курьеры Был один Надо покупать Надо апать Сплошные Ну причем Изменения шли В сторону Френдли Чтобы комьюнити Стало менее токсичным Ну в итоге Оно стало еще более токсичным Но тут это не проблема Валфа Ну так вот Курьер Был один На всю команду Постоянно склоки Ссоры Сейчас у каждого свой Классно Давай мы немножко Опять же Для присоединишихся зрителей Напомним Что вообще происходило Изначально Тотальнейший Провал тундры На стадии линии Лина ушла в лес На третьем уровне На третьем уровне Карл И вот мы видим Что на пятом Была попытка Выйти помочь команде Закончилась она неудачно GT здесь не убьют И они Я имею ввиду IG До этого уже Минуты полторы Наверху провели Это когда Камбэкнули Тундра Тут напали на Пюра Но верный Вайтмон был на месте Подсейвил его Репелом Подсейвил ультимейтом Хилом И просто Пюра Не смогли 4 героя убить Забрали они Рошана Пюр купил БКБшку И начали темпить У нас Тундра И вот опять же Демонстрация Что каждый раз Когда Омник Оказывался в позиции Убить коров Команды Тундра Было попросту Невозможно Но потом Случился Один нюанс Стоит Бабока Стреляет Классное яйцо По правде говоря И смотри Теперь просто Под фонтан бежит Но он уже Впитал от Т4 Кучу урона БКБшка прожимается И его здесь доедают Да он просто умирает Топсон врывается Что-то там Кого-то разменим В трех убивает Но его увозят Под фонтан Как было говорено Как Плохая свадьба без драки Плохая катка Без врыв под фонтан Но с Магнусом Это нужно делать Я понимаю И тут же история Когда ДК спалил Всю свою команду Что они в меньшинстве Напали На пака И убили его То есть было Очень много Каких-то Сумпура Небольших Она стоит и бьет Топнут ворс На карте Магнус просто умирает Там они Засейвили Байбек Магнусу Но отдали две стороны И вот он Файт То есть смотрите Саппорты сверху Умирают От Nothing to say И Мане Прыгнет Трегер GT Дает классный РП В двух корах И Тундра Имея перевес 20 тысяч Золотых монет Начинает сыпаться Умирая по одному После этого Пюрыча выкупается Как вишенка На торте И забирает Рошана IG И проблема в том Что вот сейчас Мы находимся На той стадии Когда Байбек у Пьюра Еще не откатился А вам нужно Дефать базу Пьюр Главная боевая сила В вашем коллективе И сейвить его Нужно будет Просто всем миром Навалившись Да А Гидо-то там Все еще есть Рефрешер есть Цир есть Не дай бог Лейна подставится Игра закончится Сколько там осталось А так Пюр купил Рефрешер У него не будет Байбл В любом случае И вот эта пауза Уже если честно Она настолько Сильно затянулась Что она И ту и другую Команду Может выбить Полностью Тут не то Что вы отвлеклись У вас раз фокус Кто-то зевнул Тут можно в принципе Сходить чаю попить Поесть нормально Нельзя Нельзя Я утрирую Утрирую Что очень много времени И вы все равно Сидите своими мыслями Отвлекаясь От игрового процесса Какие бы там Не были гениальные капитаны Насколько бы вы не были Настроены на победу Вы не будете сидеть Там сколько 15-20 минут Уже идет эта пауза И обсуждать Перетирать В сотый раз Что сейчас делать Куда идти Что прожимать И как проводить файт Как тебе такие ушки У кого У нафингтусе На наушнике С кошачьими Да На мелоте На мелоте Ну пока ребята У нас готовятся А мы с вами Дальше предаем С тем самым Воспоминаниям У Лины Мне нравится Этембилд То есть там прям Ну такая Затарочка предстоит Аркан Блин Крапира Аганимс Скушает Рефрешер у него Уже есть Ну Да Сильно Так На чем мы там Остановились Воспоминаниям Что-то там Про Что Мы вспоминали Вообще Да Что из первой доты Перекочевало Но мы Я думаю Сейчас Давайте вместе С вами Друзья Пообщаемся И вспомним Какой момент По патчам доты Для вас Был самым Не знаю Там Ужасным По мете Вот что Вы прям вспоминаете Со страхом С ужасом В глазах Я вот допустим Вспоминаю мету Когда стояли За бараками Фонтаны Маленькие фонтанчики Которые восстанавливали Ресурсы Это же вообще Было невозможно Подниматься Ты помнишь На базу вражескую Это просто ужас И примерно В то же время Там плюс-минус По-моему Была мета с иллюзиями Когда иллюзиями Сугубо пушили хг Просто Шедоу демон Дровка И поехали Постоянно Вот это был кошмар Я помню мету Когда Тролль плюс снайпер Воспоминание открыто Поехали Только с психологом Прорабатывал Я помню мету Когда покупали По 6-8 Медасов На команду Это было ужасно Очень долгие были Игры Помню мету Жира Когда всякие Некролиты С тарасками Андаинги И грабелосы Бегали Уже было не очень хорошо Я смотрю тут у всех Свои разные страхи Тинни Висп Поехала Это жестко было Это же Тинни Висп Это на том инте Когда Спириты выиграли Первый раз Они тогда отдали Вот этого Тинни Поломанного Причем с лекантропом И все равно Его победили За счет Магнуса Коллапса Когда еще Торонто Токио Заколил Типа давайте отдадим Тинни Которую мы никогда Не проигрывали Зато заберем себе Магнус Коса Некра Блочит байбэк Блин Я с таким бы кайфом Сейчас посмотрел Затем как дота бы выглядела Если бы этот Работал А так Не хотелось бы Мне кажется Это был бы прям вообще Пипик Пипа Бан Заблочить главную кнопку И наконец-то играть Без байбэков Адмирал бульдог На лондруиде Ну это Это была не мета Это была история Друзья Можно сказать Это был один игрок Который изменил Все После него Появились люди Которые начали играть Только на одном герою Потому что Если получилось У одного человека В игре Тин Значит я достоин Значит и меня заметят Сразу и сэфов Начали спамить Наверное Шадо Финт Самый такой популярный С точки зрения спама Персонаж Особенно когда Магический билд появился Хук под фонтан Это мы вспоминали Вчера Я помню с тобой Во время Бест оф 2 игр Много-много Историй Накидывайте ребят Накидывайте Мы тоже читаем Понятное дело Тут все равно Это пауза Затягивается Помню Мету с блудстоунами Когда Шторм Убивал блудстоуны Носился по всей карте Его убивали Он сразу же рессался Мету с талантами На голду И на риес Тоже было довольно-таки Неприятно Там у некоторых Минус 90 секунд К возрождению И что такое вообще Казалось что вообще Не убить абсолютно Какого-то персонажа Ты вроде бы убиваешь У тебя пространства Дальнейших действий нет Но я вспомнил Чатик подсказал Про одну из самых Страшнейших историй Это старый Течис Старый бог? Старый Течис В данном случае Травоман Уф Когда еще можно было Взрывать все эти бочки Это кошмар и ужас Да Он полностью перелопачивал доту И ты играл в какую-то другую игру Это было крайне неприятно Я с тобой согласен Он еще табличку ставил И по одной линии Невозможно было идти Нужно было ставить Везде центры Везде гем А хитрые Течисы Как они делали? Он ставил мины И в кустах сидел С фурстафом крыс А ты подходишь С гемом Их ломаешь А он тебе на мины Хвать И гему тащил И все И ты без гема играешь Вот Санта Зачем ты это рассказываешь? У нас вернулся Тинкер с маршами Не дай боже Вернется этот Течис Это не Тинкер с мины Это другое А ты научишь сейчас Людей с этими фурстафами Затолкнуть на мины И без того играть Было невозможно Так, а сейчас так не сделают Ну а если реворкнут опять Переделывают Да нет Чем ты себе вилы Разбрасываешь Эти грабли? Да нет Это невозможно Это нет Течис в нынешнем Виде Он балансен Кстати, где он? Балансен Но вот видишь ДНТ не дотянул Кровер GT Да, у нас кстати Есть дополнительный контент Для вас, друзья Я пока почитаю Ваши ответы в чатике Что вы вспоминаете Из страшных Меддоты А мы послушаем Интервью с GT Мы еще и приехали Привет Я здесь Я здесь ГТ Г2 Я хочу first SAY Донбасс Днрем Всем привет Вы Д heck Днрем Доста Нет Я не И не Это Первый раз Первый раз Дай И как Вы Мы находимся в Гиберлин, это Г-2 Е-спорт. И мы ходим здесь около 1 часа. И мы не желаем. Я думаю, это твоя вторая ТА. Да, это твоя вторая ТА. Но ты чувствуешь, это 13 лет для интернета, ты чувствуешь, что у тебя есть специальные места для игроков? Я имею в виду, как игроков. Я имею в виду, как игроков. Интересно. ТА. Зеро. ТА. Зеро. Ты собираешь победу? Конечно. Я имею в виду. Они не должны быть здесь. Они так много. О, да? ТА. Зеро. 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 Игорь довелись тут. Зеро должен здесь. Зеро. Азерез Inst Terror fans life that. so, ты настоящий трёхой человек, Wasn't тётливый трёхой человек, О Drawers Сам, Я не люблю это, но в турнире игры. Я люблю это, но в турнире игры. Я люблю это, как в персонале. Я люблю это, но вы должны победить. Но я не люблю это. Но в рейтинге, я хорошо. Потому что это более легко для команды. Я люблю это, но в общем, я люблю это. Я люблю это. Но в общем, я люблю это. В общем, я хочу спросить, что вы думаете о других трех игроках? Талант. Талант, они высокие, 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 высокие профессиональные, но в команде я не уверен, что они хорошие, но они высокие, и все, что я могу сказать. Я думаю, что они могут сделать мираку, но никто не знает. Я думаю, что вы думаете индивидуально очень skilled? Да. Да. Интересно. Что с Тундра? Тундра? Тобсон, конечно. Тобсон, конечно. Тобсон может быть хорошим способом победить, потому что Тобсон имеет более опыт, чем с четырех игроками. Да. И что с Клод9? hijo, да. Не думаю. Ты PPE, не думаю. Добрыхай. Однако, интересно, ну что, а не хочешь д愛, если вы думаете, надеюсь, что едыciamo тому же, насколько вы думаете о преимущество определённое учäänство hadом еще и эффективным. что это не важно, потому что это не просто аурас, как это было. Это как будто бы что-то, так что, что это мета? Я думаю, что в данном этапе в ленинг стадии они более серьезные сейчас. У меня есть больше деталей, как все, как смолкем, ладси, денис, все очень важны. Если вы ленинграды, и они будут уничтожены от ленинграды, Может быть, на самом деле, это очень серьезный вопрос, я думаю. Это интересно. В чем-то трофедии ты считаешься, что тебе считаешь, а ты можешь сказать, что? В чем-то игрок, кто ты считаешь, что ты считаешь, что у вас есть сильные команды в der Добавил субтитры DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Добро пожаловать в Казахстан!